МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Локализация аварий. А здесь противогазы. Осторожно, утечка хлора. В поселке Уташ прошли учения в обстановке, максимально приближенной к реальной. Мы иногда удивляемся, откуда они берутся у нас такие бабы, которые выбрасывают нам море. Пляжные каникулы. Коммунальные службы готовят объекты курортной инфраструктуры к зиме. 5-6 лет выходят на подготовку от разборника. Страницы казачьей славы. История анапских героев. Новые книги писателя Михаила Тимченко. Сегодня в Геленджике состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка под председательством губернатора Вениамина Кондрация в режиме селектора. Главной темой стала борьба с нелегальным алкоголем. По итогам 9 месяцев Анапе отмечают двукратное снижение числа административных протоколов по факту незаконной торговли алкоголем. Это связано прежде всего со значительным повышением штрафов за данный вид нарушения. Город-курорт был и остается лакомым куском для бутлегеров разного уровня. Однако, если раньше рискнуть были готовы многие, включая иногородних, то сегодня остались только крупные торговцы. Поэтому, несмотря на значительное снижение числа штрафов, их общий денежный объем даже несколько выше, чем в прошлом году и составляет порядка 3 миллионов 300 тысяч рублей. За 9 месяцев в Анапе составлено 765 административных протоколов. Изъято порядка 40 тысяч литров продукции. По словам главы курорта Юрия Полякова, контроль ослаблять нельзя. Необходимо продолжать взаимодействие по межведомственным каналам. Конечно, не каждый может определить, я вам скажу откровенно, что такое контрафактная продукция. Как правило, контрафактную продукцию торгуют в магазинах, в которых есть лицензия. В магазинах, в которых есть лицензия, туда должны заходить работники департамента, у них есть оборудование, они считывают марку. Но то, что касается фальсификата, у нас его вот так. Нужно наказывать только рублем. Рублем, рублем, рублем. Вот эти все административные комиссии, все нужно только отштрафовать. Межрайонный прокурор Александр Фоменко обратил внимание, что здание, где сегодня хранится конфискат, необходимо провести в порядок. В настоящее время там находится свыше 76 тысяч литров алкогольной продукции. Юрий Поляков поручил заместителям осмотреть склад и принять необходимые меры. Поручение выехать туда Богдановой Балмашеву, посмотреть это помещение, что оно из себя представляет. Чрезвычайная ситуация около поселка Уташ. Здесь произошла утечка ядовитого хлора. Такова была легенда штабной тренировки по гражданской обороне. За ликвидацией последствий учебно-техногенной аварии наблюдала наша съемочная группа. Учебная тревога. По легенде, на складе с хлором, необходимым для очистки воды, произошла утечка. Всем работникам ОСБ, незадействованным в ликвидации и локализации аварии, надеть противогазы... Задача работников водоканала до подхода спасателей и пожарных выставить водяную завесу непосредственно возле склада. Хлор легко растворяется в жидкости и оседает вместе с ней. В зоне прямой видимости поселок Уташ. Основные силы локализуют очаг, чтобы прикрыть населенный пункт. В случае реальной угрозы местных жителей информируют, есть планы по эвакуации школы и детского сада. Определены точки сбора на ближайших холмах и пункты временного размещения. Где находится условно пострадавший, спасатели не знали. Его пришлось искать, чтобы доставить к автомобилю муниципальной службы спасения. В общей сложности в учениях задействовали 90 человек и 32 машины различного назначения. Самое главное – организация взаимодействия между структурами Кубань-Спас, пожарной охраны, водоканала. Все службы сработали слаженно, свои задачи справились. Водоканал ежемесячно отрабатывает данную водную, поэтому у них уже все отработано. И замечаний по их действиям и действиям диспетчера водоканала никаких нет. Действия с отделом МВД по городу Анапа, войсковой частью, пожарными, скорой помощью организованы на высоком уровне. Качество взаимодействия достигается такими вот постоянными тренировками. Кроме того, регулярные занятия помогают быстрее осваивать новые приборы и технику, которая поступает в распоряжение пожарных и спасателей. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. И полезная информация для водителей. В рабочий режим переключены светофоры на дороге от железнодорожного вокзала до аэропорта. Первый – на повороте с федеральной трассы и второй – ухудро-воскресенский на повороте к промзоне. Их включили представители Росавтодора по Краснодарскому краю. По мнению специалистов управления, подобные меры должны снизить аварийность на этих участках дороги. Будьте внимательны. И к другим темам. Летний сезон позади, но у служб, следящих за порядком на объектах курортной инфраструктуры, работы меньше не стало. Какие задачи сейчас стоят перед коммунальщиками в нашем сюжете? Пляжи готовят к зиме. Курортный сезон закончен, теперь необходимо привести все в порядок. Очистить прибрежную территорию не только от мусора, но и от временных сооружений. Только вот здесь столкнулись с проблемой. Не все арендаторы пляжей спешат убрать за собой. Многие оставляют вот такое наследство. Все добросовестные пользователи должны следить за своей территорией, которую им выделяет муниципалитет. У нас есть очень добросовестные пользователи. Для примера приведу там Селена пансионат, который круглый год следит за своей территорией. Базурный берег, Сибур-Юг, Юность. То есть, как бы, ну, примеры есть, и действительно люди подходят серьезно к этому вопросу. Соответственно, когда начинается пляжный сезон, им проще, грубо говоря, выставлять свою пляжную территорию, потому что она все время у них под присмотром, ухоженная. Под особым контролем Пионерский проспект. Главная курортная улица в любое время года должна быть идеально чистой. А территория вокруг благоустроенной. То же самое касается и пляжных территорий. Летом здесь главной проблемой была комка. Ее в этом сезоне собрали и вывезли более 50 тысяч тонн. У Зимнего моря своя специфика. На самом деле, осенью и зимой море нам выносит больше мусора, чем, наверное, в сезон. В сезон он в большей степени бытовой, а зимой он такой, больше строительный. То есть какие-то камни, деревья, коренья, ну все что угодно, но только не тот мусор, тот, который приобретают люди где-то, выходя из своего санатория или отеля. Какие-то те бревна, которые выбрасывают, мы иногда удивляемся, просто откуда они берутся вообще у нас такие бабы, которые выбрасывают на море. Это сюрпризы такие. Колеса от грузовиков с дисками. Поэтому это все тяжелее физически просто убирается. Ну, впрочем, в том плане, что нам не нужно, конечно, сейчас в 4 часа утра вставать и разбиваться на две смены, чтобы мы могли эту территорию в порядок приводить. Мы ее приводим в течение всего дня. Впрочем, здесь к таким сюрпризам готовы. В этом сезоне с пляжей вывезли в несколько раз больше мусора, чем в прошлом году. Одних только бытовых отходов – почти 600 тонн. Справиться с таким объемом помогло то, что было закуплено 13 единиц новой техники и грамотно организованная работа по поддержанию порядка на пляжах. Это оценили не только отдыхающие, но и местные жители. Вот я, как рядовой обыватель, житель, часто прихожу на побережье и наблюдаю достаточно положительную динамику, потому что видно, что проводятся колоссальные работы. Пляж чистится, чистится прилегающая акватория, люди работают. Ну, гораздо чище стало, чем было в прошлые годы, конечно. В любом случае, это заметно даже обычному человеку. Видно все равно, задействованы большие ресурсы на то, чтобы наш город выглядел гораздо более благоприятно и было хорошо в нем отдыхать. И закономерный итог. Анапа вошла в пятерку самых популярных курортов страны среди российских туристов в бархатный сезон. Такие данные предоставил сервис бронирования жилья Твилру. В Краснодарском крае с 1 сентября по 7 октября туристы снимали жилье в среднем на 8 ночей и тратили на аренду 2000 рублей в сутки. Курорты Кубани опередили крымские курорты как по числу брони в бархатный сезон, так и по числу забронированных ночей. В первую пятерку популярных курортов Краснодарского края в бархатный сезон, кроме Анапы, также вошли Сочи, Геленджик, Ейск и Джубка. В свет вышел второй том книги «Страницы казачьей славы». Сегодня автор сборника Михаил Тимченко презентовал его первые экземпляры в Центре национальной армянской культуры. Именно казаки оказали им поддержку в борьбе с турками и помогли отвоевать часть территории. На страницах книги запечатлены подвиги казачьих войск в годы Первой мировой войны. Преодоление гор в Турции, на Карпатах, ожесточенные бои в Галиции, именно анапских героев – все это собрано в двух книжных томах. Вячеслав Науменко – атаман кубанского казачьего войска, герой Первой мировой войны. Оказавшись на фронте, нес службу в казачьих и армейских штабах. Именно с легкой руки Вячеслава Григорьевича фронтовая песня кубанских казаков «Ты Кубань, ты наша Родина» стала гимном всего войска с 1921 года. Его история и подвиги вписаны во второй том «Страниц казачьей славы». Это же сборник, это документы, ее надо собрать, эти документы было обработать, привести в современную орфографию и все. Это пятилетие, пять лет, пять-шесть лет выходит на подготовку этого сборника. Изучение сотни архивных документов, фронтовых фотографий и собранные воедино истории потомков героев казаков принесли свои плоды. По словам автора, это не художественное произведение. Книга пригодится историкам и станет отличным подспорьем для учителей. Однако и те, кто просто хочет узнать о своих предках, почерпнут массу интересной информации. Я не так давно узнал, что оказывается мой дед Иларион Михайлович Кулупалкинер как раз сражался на Кавказском фронте в составе четвертой забайкальской батареи. И более того, он как раз был в тех местах, связанных с резней, вот этой вот туристской резьбой. В финансировании помогли администрация Анапы, районное казачье общество и Центр армянской национальной культуры. Основной тираж будет распределен в библиотеке школ, казачьей группы и музеи. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь» Анапа-Самбурова 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Не нарушайте скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова